Всем привет, это Xperia Z3, четвёртая реинкарнация флагманских смартфонов Xperia. Sony, в отличие от других производителей, обновляет свои устройства не раз в год, а раз в полгода, поэтому не стоит ждать от Z3 каких-то серьёзных изменений в сравнении с Z2. Экран остался таким же, 5,2 дюйма, Full HD разрешение, процессор Snapdragon 801, кстати, чуть улучшенная версия с индексом AC, также 3 ГБ оперативной памяти, поддержка 4G, в общем, всё, как и было в Z2. Работает телефон быстро, как и работал. Изначально Z3 будет продаваться под управлением Android 4.4 KitKat. Камера почти не изменилась, это всё те же 20 Мп, но при этом добавились разные интересные фишки. Допустим, режим Art Dosuk, позволяет делать фотографии в виртуальной реальности, дополняя их разными объектами. Допустим, можно покидать такие кляксы, а потом подойти к ней и посмотреть. Но работает, естественно, не идеально, хотя, как демонстрация возможностей, нормально. Вот что, улучшили камеру в отношении ISO и увеличили её показатель до 13000 единиц, так что в темноте должны получаться отличные снимки. Какие ещё изменения в сравнении Z2? Вместо Micro SIM здесь теперь используется Nano, тенденция понятна. Батарея чуть уменьшилась, с 3200 до 3100 мАч. Хотя Sony заявили, что это никак не повлияет на время работы телефона. Но самое главное изменение здесь – это дизайн. Скруглённый по краям, весь такой обточенный, Sony Xperia Z3 теперь смотрится невероятно хорошо. Нравится, что поправили заглушки, теперь это не что-то из разряда военной техники, а аккуратно сделанные элементы дизайна. Рамка у Z3 металлическая, а вот углы рамки поликарбонатные, проще говоря, пластиковые. Такое решение позволяет при падении обеспечить надёжную защиту телефону. Xperia, имея такой же дисплей, чуть уменьшилась в размерах, буквально на миллиметр. Толщина составляет всего 7,3 мм. Ну и смотрится Z3 сейчас красиво. Действительно аккуратно, хотя при этом он ещё и водонепроницаемый, пыль-защищённый, по стандарту IP68. В прошлой модели был 58, а это означает, что теперь с ним можно довольно глубоко нырять. Xperia Z3 продаётся в чёрном и белом варианте. Интересно, что из линейки выпал фиолетовый цвет, а на замену ему пришло два новых – медно-золотой и тускло-зелёный. Кстати, очень хорошо смотрятся эти цвета. К продажу также поступит двухсимочный вариант Z3, так что заживём. Ну и последнее, главная фишка устройства – поддержка стриминга PlayStation 4. Технология повторяет возможности PS Vita и такой некий аналог Nvidia Shield – можно дома прямо с телефона играть в игры PlayStation 4. Главное, чтобы сама консоль была неподалёку. Отличная возможность, учитывая, что для подобных вещей теперь не нужно покупать Vita, которая и так не пользуется особой популярностью. Z3 – это хорошо доработанная версия Z2, и Sony это не скрывает, а наоборот так и позиционирует этот телефон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова